В Украине стремительно идёт медицинская реформа. Только это украинская медицина за этой реформой не успевает. Каждый украинец сознательно должен выбрать себе семейного врача. Мы их всегда сознательно выбираем, только всегда не тех. Врач может набрать до 2000 пациентов. За взрослого и трудоспособного государство будет платить 370 гривен в год, а за пенсионера – 740. Ух ты! Это интересно, за живого пенсионера или за любого? Кого это что-то нелёгкое принесло? Бегу-бегу! 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 Ой, а чё-то я бежала сюда. Ой, вспомнила, кто там! Скажите, а Евгения Михайловна здесь живёт? Смотря для кого. Это доктор Олег Петрович. Я не вызывала доктора. Я знаю, я сам пришёл. Сам пришёл, сам и лечись. Ого! А вам что это? Зарплату повысили, что ли? С чего вы взяли? А такая рожа у тебя огромная. В глазок не влазит. Евгения Михайловна, у меня серьёзный разговор. Я не одетая. Я доктор, мне можно. Акстись! Я бабка, мне уже нельзя. Евгения Михайловна, ну мне просто спросить. 200 гривен. За что? За просто спросить. Мне так в поликлинике последний раз сказали. Ладно, только откройте. Деньги покажи. Вот. Заходи. Скажите, пожалуйста, а вы уже слышали про медицинскую реформу? Слышала. Спросил? Пока. Да подождите. Вы что, уже выбрали себе врача? Нет. Я сначала решила себе место на кладбище выбрать. Зачем? А вот новую реформу прочитала и поняла. Надо бронировать. Евгения Михайловна, ну какое кладбище? О чём вы говорите? Я очень хороший врач. Еврей? Нет. Немец? Нет. Доктор Хаус? Нет. Ты даже в тройку не вошёл. Евгения Михайловна, дело в том, что вам в любом случае нужно выбрать врача. А я уже выбрала. Доктор Комаровского. Какого Комаровского? Бесплатного. Включаешь телевизор и лечишься. Нет. Вам нужен именно семейный доктор. А что, Комаровский развёлся, что ли? Вот я ему хадина усатая. Нет. Ну это просто термин. Семейный врач. Семейный. А, это как трусы, что ли? Ну, можно и так сказать. А ты сейчас в трусах? В семейных? Да. В семейных? Да. Вы звоните мне, а я указываю, какому специалисту вам нужно. А нахрен нам не посредники, а? Мой организм сам подсказывает, что мне надо. Если сердце болит, к кардиологу. Суставы ломит, к ортопеду. Ничего не болит. Всё. К патологоанатому надо. Ну, какому патологоанатому? Что вы говорите? Вот что вы сейчас принимаете? Вали. Валидол? Вали. Валерьянку? Вали. Вали. Вали отсюда! Надоел уже. Хорошо. Вы просто возьмите визиточку, и если вас что-то беспокоит, вы сразу звоните мне, и вам не придётся ни в очередяк... Алло. Алло, доктор, привет. Здрасте, бабулечка. Рассказывайте, что вас беспокоит. Ты меня беспокоишь. Стоишь тут у меня в квартире. Я хожу проваливать, надоел. Что это было? Ты же сам сказал, если что-то будет беспокоить, звонить. А ты меня не просто беспокоишь, ты меня уже выбешиваешь. То есть вы отказываетесь? Отказываюсь. Скажите, а дед ваш к поликлинике приписан? А дед мой уже к земле приписан. Так приписан, что уже не отпишешь. Извините, я не... Ага. А это кто? А это не мой дед. Ну, вернее, мой, но... Чё я обязан отчитываться перед тобой? Чё я, старость в одиночестве встречать, что ли? Вот молодого нашла себе. На пять лет моложе меня. Поздравляю. Дедульчка, а вы уже про медицинскую реформу слышали? Он уже десять лет ничего не слышит. Дед! Дед, иди там по телевизору фиксики начинаются. Ты дышь! Он у меня бывший физик. А-а-а... Кого-то мы что нелёгкое принесла... Бегу-бегу! Бегу-бегу! Кто там? Это ваш будущий семейный доктор. Кошенко Евгений Иванович, открывайте. Вы что там у себя в поликлинике размножаетесь, что ли? Евгения Михайловна, не открывайте, это шарлатан. А-а-а, брат, значит, твой. А бабушке веселее заходить, пожалуйста, милости просим. Здравствуйте, Евгения Михайловна, у меня для вас интересное предложение. Вот это реформа, а! Раньше одного врача не дождёшься, а теперь двое за тебя драться будут. Бабульчик, выбирайте меня, я вам гарантирую бесплатный массаж. А, я сделаю 10 бесплатных массажей. 20 бесплатных массажей. 30 бесплатных массажей. 50 массажей. А, беспокойтесь вы, 50 массажей, вы меня замнёте нафиг. Другое что-то. А, я вам выпишу скидочку на любое импортное средство. А, я вам скидочку и гарантию, что средства действительно импортные. А, я вам выпишу лекарство, которое действительно лекарство, а не какое-то плацебо. А, я вам выпишу лекарство, которое лечит, а не с которого доктор получает процент. Как много я узнаю о нашей медицине, а! Молодец! 1-0 в твою пользу! Бокс! Бабулечка, я буду дежурить прямо у вас под подъездом. А, я буду дежурить прямо у вас в квартире. А, я буду дежурить прямо у вас возле кровати. А, я буду дежурить прямо у вас в кровати. Ну, продолжай. Блин, 2-0 Слабак Бокс Если вдруг что-то случится, я лично выпишу вам место в палате А я вам выпишу личную палату А я выпишу личную палату с телевизором А я личную палату с телевизором, массажисткой и гувернантом и пятиразовым питанием Ну-ка, бабуль, поготь Так а может ты будешь моим семейным врачом? Я уже Сергей Михайлович 3-0 в твою пользу Как 3-0? Подождите, подождите Так, если вас что-то болит, я вылечу вас прямо сейчас Нет, это я вас вылечу прямо сейчас Прямо сейчас? Ой, хорошо, у меня как раз на одной руке пальцы не сгибаются А на второй руке кулак скрючило Давайте посмотрим Ну смотри Тяжелый случай Можете обменяться Так, это бабулечка моя Это бабулька моя Я сказал моя Моя бабка А я сказал моя Ой Ты мне руку вправил Серьезно? Ага, 3-3 Я готов выполнять обязанности прямо сейчас Эй Дебил Снова руку мне вывихнул Минус 100 тебе Давайте я вас послушаю, что у вас там болит? Нет, подождите, подождите, я вас послушаю Слушайте его, я вас слушаю Я вас слушаю Не дышите Нет, дышите Дышите А вот сейчас не дышите Дышите Нет, дышите Дебил Ваш семейный полицейский Слушайте, вы там никакой наркоты мне не вкололи Так вот, если вам нужно будет обратиться к следователю или к прокурору, то вы вначале звоните мне, а я уже направлю куда дальше А, то есть раньше вы нахрен посылали, а сейчас еще дальше Здрасте, бабулечка, я у вас новый семейный пожарный Значит так, бабушка, как только пожар, сразу звоните мне, хорошо? А я там уже решаю высылать к вам бригаду или пацанчика с огнетушителем, ну или сами одеялком потушите Здрасте, бабушка, я у вас семейный депутат, вот, держите хречку Значит так, как только будете голосовать, значит сейчас галочку вот здесь поставьте, а я уж вам расскажу, что дальше да как Здрасте, я ваша новая семейная, прости, тебе кажется адресом ошиблась, а? Не-не, все правильно, я на этот адрес вызывал Подожди меня в машине Ага Бабуля, давай, 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 бабуля Ага, ага, вот сюда Добрый день Я представитель вашего семейного ритуального бюро, все там будем И если вы вдруг умрете, обязательно перезвоните нам Вы мне можете объяснить, что тут происходит, а? Правительство наконец-то решило подумать о своем населении, бабушка Так что ж вы, гады, все с меня начали? Ну действительно, ну чего вы прицепились к бабулечке? Отстаньте, медицинская реформа была первой, поэтому бабулечка наша Что значит наша? Бабка моя Так-то иди-ка Моя бабка моя Так, а ну, руки на капот, бабка наша Так, я сейчас здесь все подожгу, и мы посмотрим, кого она первого на помощь позовет А я говорю, бабка наша Я говорю, бабка наша А я говорю, наша Я наша, говорю, она наша бабушка Слышишь, а я... Братишка, ну что, раз твоя бабулька, значит твоя, принимай А я-то тут что уже сделаю? Это уже бабка полиции Что? Это дело пожарных Стоп, а я-то тут при чем? А сейчас ты узнаешь, при чем тут Тихо-тихо, ты что вообще сдурел? Так я сваливаю Я с вами А полиция должна приходить после врачей Ну, вроде дымом не пахнет, так что я здесь не нужен Ну, кто же сейчас умирает без договора? До свидания Ну-ка, бабуля Ставим галочку Спасибо за ваш голос, бабуля Я так понимаю, кушать вы уже не будете, да? Спасибо за ручку, до свидания Вот так вот в нашей стране Чтоб тебе эти реформы не настигли Поможет одно Прикинуться мертвым А если так дальше пойдет То и прикидываться не надо будет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому